Раньше двор дома номер 30 по улице Парижской коммуны ничем не отличался от десятков других в Красноглинском районе. Но сейчас здесь кипит работа. Подрядчик обновляет территорию. Еще недавно на месте игровой площадки был полисадник и стояли лишь старые качели, которые по нормативам уже пришли в негодность, вспоминает старший по дому Владимир Тупицын. Чтобы территория два раза играла новыми красками, неравнодушные жители решили участвовать в программе формирования комфортной городской среды. И вот, наконец, работы закипели. Теперь жители дома номер 30 по улице Парижской коммуны с нетерпением ждут, когда можно будет отдыхать на обновленной территории. Мы подавали, когда вот эту заявку, когда делали, рисовали, рисовали как бы на три дома. Но получилось, что сдали заявку от своего дома. Но все равно этой площадкой пользуются также жители не только нашего дома, но и здесь, и здесь. Много детей. Ну да, и дети, и мамочки здесь. По проекту, который разработали жители совместно с районной администрацией, детскую площадку разделили на три части. Один участок для самых маленьких. В скором времени сюда подвезут песок, установят небольшие горки, качели и карусели. В рекреации для детей среднего возраста уже стоит часть игрового комплекса. Дополнительно установят качели. Для ребят постарше появится спортивная площадка с тренажерами и теннисным столом. Уложат специальное резиновое покрытие. Также обновят и освещение. А за средства районного бюджета отремонтируют проезд, который тянется вдоль двора. Уберут все ямы и дефекты дорожного покрытия. Кроме того, планируется обновить центральный тротуар. Вот он сейчас раскопан, который связывает весь двор. И будет установлено 12 лавочек и урн для отдыха родителей и всех желающих жителей двора. Площадку во дворе по улице Парижской коммуны 30 обновляют с начала июня. В срок полностью укладываются, несмотря на погодные условия. По контракту подрядчик должен закончить работы здесь уже к концу августа. В 3 июня мы начали установку мафов. А саму работу начали где-то с 15 мая. То есть подготовка площадки, установка бортов, асфальт. То есть мы где-то с 15 мая начали. В этом году в Красноглинском районе на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды планируется обновить пять дворов. Дополнительно ряд территорий благоустроят за счет средств районного бюджета и других источников. Также городские службы планируют масштабно отремонтировать внутридворовые проезды на девяти участках и на порядка 30 проездах во дворах проведут ямочный и карточный ремонт. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.